Добрый день, уважаемые подписчики! Сегодня у нас автомобиль Land Rover Defender 2005 года выпуска с двигателем 2.5 на механике. На этом автомобиле мы сегодня переберем задние суппорта. Поднимаем автомобиль, снимаем колеса и откручиваем суппорта. Снял колесо. Берем щетку по металлу, маленькую вот эту грязь собьем. И откручиваем трубку. Ключик здесь на 11. Трубку открутили, снимаем два вот этих шпринта. Как их здесь извернули. Трубку! не сняли 2 вытаскиваем штифты снимаем пружины немножко отжимаем и снимаем колодки и и и откручиваем сзади два болта на 13 12-гранная головка и после этого мы уже сможем снять кабусу суппорт целиком сейчас он у нас уже держится только двумя этими болтами откручиваем вот такой вот болт все суппорт мы открутили и снимаем его сейчас идем немножко чистим его щеткой по металлу взбиваем эту грязь потом разбираем раскручиваем вот этих два болта вот щеткой по металлу почистил маленько потом мы будем еще мыть все это промывать сейчас берем доску и выдуваем поршеньки потихонечку так даже лучше все оба поршенька у нас практически вышли мы их уже вытащим без усилия вот один ну и также 2 вытащим просто сейчас у нас каба мешает раскручиваем вот этих два болта на 16 у нас у 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Теперь берем все это очень тщательно в обычный мыльный раствор для посуды, с мылом, там все замешиваем и отмываем щеткой. Потом продуваем очень хорошо. Очень тщательно отмываем везде, что можно. Вода уже такая грязная, вроде бы. Щетка при металлу чистила, но тем не менее грязь везде остается. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Потом хорошо продуваем. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Все промыл, продул очень хорошо. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Поршеньки у нас вот такие. Сейчас мы их будем полировать. Возьмем сейчас двухтысячную наждачку. Вот эту коррозию маленько собьем. На одном, на втором. И на войлочном круге с пастой Гоя попробуем этого убрать все. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... Это по стогуя. Ну, примерно понятно. Весь процесс показывать не буду. Вот таким образом полируем поршеньки. Ну что, все помыл, отполировал. Получилось, в принципе, красиво. Берем ремкомплект. Берем смазку. Смазка ФЕБИ 31942. Берем смазку. Берем манжет. Хорошо его смазываем. И вставляем в паз. Также берем второй манжет. Хорошо. Продолжение следует... Теперь берем пыльник, пыльник вот такой с прорезью, тоже его хорошо смазываем. И берем металлическое кольцо, вставляем в пазик пыльник. Вот таким образом. И запрессовываем сюда. Также берем второй пыльник. Почему сразу вставляем пыльник, а не авиаэто? Потому что потом мы, когда будем запрессовывать металлическое кольцо, мы пыльник раздавим. Здесь должна быть специальная струбцина, у меня ее нет, поэтому я задавливаю вот через такую оправку. В тисочках аккуратненько. Вот сидит кольцо на месте. Берем, смазываем поршень. И заводим его в пыльник. Все, вот таким образом собирается. Также собираем вторую часть и потом будем соединять. Так, все, вторую сторону я собрал. Здесь ставим колечко. Не забываем обязательно. И собираем. Затягиваем эти хоба болта. Все, болты я затянул. Суппорт мы перебрали. Снимаем второй и перебираем точно так же второй. Потом мы его сразу и установим. Все, этот суппорт мы тоже перебрали. Теперь идем устанавливаем на автомобиль. Поехали. Что? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... Притягиваем суппорт, головка на 13. Суппорт я протянул, теперь закручиваем трубочку. Продолжение следует... И устанавливаем штифты с пружинкой. Продолжение следует... Продолжение следует... Устанавливаем шплинты Устанавливаем шплинты Устанавливаем шплинты Берем, заливаем тормозную жидкость Тормозную жидкость мы будем заливать Кастрол Перформанс Номер ее идет 157F8B Жидкость заливаем Полный бачок Стролом Тормозную жидкость Берем 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 И вакууматором Подтягиваем жидкость Вот такой вот вакууматор Ослабляем штуцер прокачки Одеваем на него шланг И качаем Вот пошла жидкость Сейчас бачки начнем собираться Берем 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 Так проходим с каждым колесом. Также ослабляем штуцер прокачки. Подтягиваем. И проверяем тормоза. Сейчас сначала колодки подойдут. Вот и все. Педаль не проваливается. Вот так одному удобно с вакууматором прокачивать тормоза. Вот сейчас педаль постоит. Еще раз нажму. Все, вот они. Полностью нормальные тормоза. На этом все. Замену тормозной жидкости и переборку задних суппортов мы закончили. Всего вам доброго.